И, кстати, тогда курсив бы уже не помогал, а вот жирность бы помогала. То есть в чем, например, разница принципиальная между выделением жирным и курсивом? Это не просто два разных варианта, как выделить. Они очень разные имеют смысл и по-разному работают. Жирное – это то, что видно издалека. То есть если у тебя там простыня текста, и в нем где-то в середине одно слово «жирное», ты сразу видишь, у тебя сразу взгляд туда, даже если у тебя просто реально серое полотно текста, ты сразу жирное слово хочешь прочитать среди него. И это в каких-то случаях помогает, если ты именно этого эффекта и хочешь, а в каких-то мешает. Курсив, он наоборот, он нейтральный, он такого же веса, как весь текст остальной. Соответственно, его заранее не видно, он не выделяется, но когда до него дочитали, ты его неизбежно видишь. И поэтому курсив очень хорошо используют для всяких интонационных выделений. Типа ты вот читаешь текст, ты уже дочитала, и ты хочешь какое-то конкретное слово выделить, прямо сказать, что это именно то слово, которое я имел в виду, или я его хочу там в каком-то особом смысле дать, или вот как-то выделить, не знаю, что-то, иронию какую-то почитать, что угодно. Но пока ты до сюда не дочитал, ты не должен вообще про это думать. Здесь для заголовков, конечно, нужно жирный использовать. Но это мы с вами все про оформление. Давайте два слова еще про смысл. Продолжение следует...